Антон Павлович Чехов. Ванька. Ванька Жуков, девятилетний мальчик, отданный три месяца тому назад в учение к сапошнику Аляхину, в ночь под Рождество не ложился спать. Дождавшись, когда хозяева и подмастерья ушли к заутрине, он достал из хозяйского шкафа пузырек с чернилами, ручку с заржавленным пером и, разложив перед собой измятый лист бумаги, стал писать. Прежде чем вывести первую букву, он несколько раз пугливо оглянулся на двери и окна, покосился на темный образ и прерывисто вздохнул. Милый дедушка Константин Макарыч, и пишу тебе письмо. Поздравляю вас с Рождеством и желаю тебе всего от Господа Бога. Нет у меня ни отца, ни маменьки, только ты у меня один остался. Ванька перевел глаза на темное окно, в котором мелькало отражение его свечки, и живо вообразил себе своего деда, служившего ночным сторожем у господ Живаревых. Это тощенький, но необыкновенно юркий старикашка лет шестидесяти пяти. Днем он спит в людской кухне или балагурит с кухарками. Ночью же, окутанный в просторный тулуп, ходит вокруг усадьбы и стучит в свою колотушку. За ним, опустив головы, шагают старая каштанка и кобелек вьюн. Теперь, наверное, дед стоит у ворот и, притоптывая валенками, балагурит с дворней. «Табачку нечто нам понюхать», — говорит он, подставляя бабам свою табакерку. Бабы нюхают и чихают. Дед приходит в неописанный восторг. Дают понюхать табаку и собакам. Каштанка чихает, крутит мордой и обиженная отходит в сторону. Вьюн же из почтительности не чихает и вертит хвостом. Ночь темна, но видно всю деревню с ее белыми крышами и струйками дыма из труб. Небо усыпано звездами, и Млечный путь вырисовывается так и ясно, как будто его перед праздником помыли и потерли снегом. Ванька вздохнул, умакнул перо и продолжал писать. А вчерась мне была выволочка. Хозяин выволок меня за волосья на двор и отчесал шпандарем за то, что я качал ихнего ребятенка в люльке и по нечаянности заснул. А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку. А я начал с хвоста. А она взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тыкать. Под мастерья надо мной насмехаются, посылают в кабак за водкой и вилят красть у хозяев огурцы, а хозяин бьет чем попадя. Еды нету никакой. Утром дают хлеба, в обед каши и к вечеру тоже хлеба. А чтобы чаю и лещей, то хозяева сами трескают. А спать мне велят в синях. А когда ребятенок их не плачет, я вовсе не сплю, а качаю люльку. Милый дедушка, возьми меня отсюда домой. Нету никакой моей возможности. Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно Бога молить. Увези меня отсюда, а то помру. Хотел было пешком на деревню бежать. Да сапогов нету, морозу боюсь. А когда вырасту большой, то буду тебя кормить и в обиду никому не дам. Москва город большой. Дома все господские и лошадей много, а овец нету и собаки не злые. Милый дедушка, а когда у господ будет елка, возьми мне золотеный орех и в зеленый сундучок спрячь. Попроси у барышни Ольги Игнатьевны, скажи для Ваньки. Ванька судорожно вздохнул и опять уставился на окно. Он вспомнил, что за елкой для господ всегда ходил в лес дед и брал с собой внука. Веселое было время. И дед крякал, и мороз крякал, и глядя на них, и Ванька крякал. Бывало, прежде чем вырубить елку, дед долго нюхает табак и посмеивается над озябшим Ванюшкой. Откуда ни возьмись, по сугробам летит стрелой заяц. Дед не может, чтобы не крикнуть «Держи! Держи! Держи!» «Ах, куцый дьявол!» Срубленную елку дед тащил в господский дом. Там принимались убирать ее. Больше всех хлопотала барышня Ольга Игнатьевна, любимица Ваньки. Когда еще была жива Ванькина мать Пелагея и служила у господ в горничных, Ольга Игнатьевна кормила Ваньку леденцами и от нечего делать выучила его читать, писать, считать до ста. Когда же Пелагея умерла, сироту Ваньку спровадили в людскую кухню к деду, а из кухни в Москву к сапожнику Аляхину. «Приезжай, милый дедушка!» продолжал Ваня. «Христом Богом тебя молю! Возьми меня отседа! Пожалей ты меня, сироту несчастную! А то меня все колотят, и кушать страсть хочется! А сколько такая, что и сказать нельзя! Все плачу! Остаюсь твой внук Иван Жуков!» Ванька свернул вчетверо исписанный лист и вложил его в конверт, купленный накануне за копейку. Подумав немного, он написал адрес на деревню дедушки Константину Макарычу. Довольный тем, что ему не помешали писать, он надел шапку и, не набрасывая на себя шубейки, прямо в рубахе выбежал на улицу. Ванька добежал до первого почтового ящика и сунул драгоценное письмо в щель. Убаюканный сладкими надеждами, он час спустя крепко спал. Ему снилась печка. На печи сидит дед, свесив босые ноги, и читает письмо кухаркам. Около печи ходит вьюн и вертит хвостом.